Всем привет! С вами опять я, Василий, и мой небольшой каналчик. Извините, что так давно не было. Я думаю, будем опять возвращаться, будем что-то снимать. А еще одно, извините, тем, кто отправил нам посылочку. А именно, нас попросили сделать обзорчик на горелку.net. Вот она, горелочка, и такая мини-горелка. Мини-ДМ-273. Вот будем делать на нее обзорчик, и посмотрим, как она паяет, и посмотрим, что внутри. Еще раз извините, что так долго. Ну, поехали! Красивая коробочка. На коробке сразу же обозначение, что внутри. Ну, все простенько и красиво. Идем к нашей горелке. Инструкция. И паспорт. Горелки, палончик. Есть. И самое интересное. Так, наконечник. Горелочки. И... Все. Пусто. И сама горелочка. Мини-Мини-Мини-Мини-Мини-Мини. Из-за жидкости. Оно также убегает. Так. И не Zimmer. Но больше есть ваще. Следите в fürnku. шланга чуть более метра так посмотрим вот это стандартное сопло который идет с ней вот такого плана и наконечник так это скорее всего будет для более высокого разогрева и посмотрим большую и маленькое сплоф поехали подсоединим к баллону и посмотрим как она паяет поехали до читал инструкцию все стало понятненько вот это сопло это наш резак так подожжем и покажу как горит сопло наш сейчас открыто на пламя вот это мы включали на резак хорошо закрываем наш экраны но скажу сразу резаком пользуюсь мало но в некоторых моментах приходится нагреть более массивную деталь для того чтобы что-то открутить закрутить вот это можно использовать температура будет более высокая и более высокий нагрев чем мои предыдущие горелки сейчас переставим концевик и посмотрим как горит сопло на так вот наш мини паяльник вот этот кран уже не работает он только для резака а остается у нас два вентиля красный синий вот принципе такого плана сопло сейчас будем пробовать паять удобно для маленьких элементов очень удобно попробуем что-то запаять поехали попробуем соединить муфту вместе с трубой 16 диаметра и посмотрим как он себя поведет при этой пайке ну поехали паечку произведем при помощи нашего резака поскольку пламя более массивное и более обхватывающие и для 16 трубы можно паять только резаком мини горелочка будет долгий прогрев а мини горелочку протестируем на более тонкой трубе и так проводим нагрев вот и все прогрев моментально сейчас еще покажу здесь как подрывается труба и как ложится припой прогрев моментально резак бомба пламен не тухнет не срывается регулировка пламени четкой вот наше соединение и можете посмотреть вот это место что мы варили благодаря быстрому нагреву обтекаемость получилась идеальная вот наш шоу ну красиво вот то что мы ложили на трубу это так себе и шоу при соединении двух труб красиво так вот мы сымитировали прорыв трубы взяли немножко более длинный кусочек и посмотрим как мини горелочка мы сможем запаять это отверстие не прогревая трубы максимально не сюда не сюда ну поехали фокус вроде бы получился и так так вот видите прогрева трубы получился минимальный по сантиметру в эту и в эту сторону вот приблизительно так сделаем еще одно отверстие немножко большего диаметра и посмотрим что из этого получится вот приблизительно так что у нас вышло нагрев пошел минимальный на небольшом расстоянии ну посмотрим пока мне нравится итак ребята что я могу сказать о мини горелки и мини резаки мне это все понравилось для мощного нагрева можно использовать резак также для резко резку кстати мы не пробовали но я не практикую резку а вы всегда можете попробовать а для трудонаступных мест куда когда надо залезть запаять что-то маленькое и сильно не попалить другие элементы которые мы паяем будем использовать мини горелку мне понравилось но выбор всегда за вами и выбор делаете только вы всем спасибо всем пока